Почему-то всё время рисует ручкой. Карандаш не признаю. Хорошо, что ещё особо не рисует на обоих и на полах. У тебя что-то получается. Маленькая Элиза делает робкие шаги в мир искусства на коленях у папы. Совсем недавно ей пришлось по наследству передать сестре свой статус младшей дочки. Меньше месяца назад у супругов Голубевых родился 14-й ребёнок. Имя для девочки выбирали всей семьёй. Каждый ребёнок, тот, кто думал, писал на записочке имя, которое он считает правильным и для него приемлемым. Самая младшая у нас брала, несколько раз пыталась, конечно, вот так вот взять. Но мы так направили, чтобы она бумажечку взяла. И вот она именно бумажечку взяла ту, где написано имя было Валерия. И мы вот так назвали ребёнка. Чтобы никому не было обидно. У Голубевых так принято. Все важные решения принимать сообща. Каждый день они собираются за чаепитием, чтобы обсудить дела и планы, да и просто поболтать. Также делят и домашние обязанности. Все вместе и поровну. Сейчас мамы нету, и папа в разъездах там. Приходится побыть вторым папой. И помогаю всем тут. Делим, кто сегодня готовит кушать, кто помогает маме на стол готовить. Вот. Вот так там, ну кто с детьми пойдёт гулять. Если школа, то там, кто будет делать уроки с ними. Обязанностей много, но у Голубевых остаётся время на детство. Делу время, но игр и увлечений никто не отменял. Например, хобби Даниила – рисование. Талант в сыне разглядела мама, а сам он усердно его развивает. Учится на архитектора и мечтает основать свой интернет-канал, посвящённый искусству. Мне именно нравится портрет рисовать. Потому что как бы художник, мне один человек сказал, если вы хотите, чтобы я изобрел свои чувства к этому человеку, дайте мне карандаш, дайте мне лист, и я это сделаю. Ну как бы я стараюсь так же не просто плоско лицо что-то нарисовать, я как бы пытаюсь и передать его искренние внутренние эмоции в портрете. Быт, увлечения, игры и семейные вечера умещаются в скромной для такой большой семьи четырёхкомнатной квартире. В тесноте да не в обиде повторяют Голубевы и мечтают о новых квадратных метрах, где у каждого будет по комнате. Во-первых, это первый раз будет, когда собственная комната, и как-то интрига небольшая. А во-вторых, иногда хочется одному побыть. Хочется, чтобы была одна кровать и шкаф, и всё. Чтобы простор был, а то тут заставлено всё. Мечта постучалась к этой семье вместе с губернатором Андреем Боробьёвым. Хранительница очага Юлии Голубевой он вручил сертификат на улучшение жилищных условий. Встретиться с ней пришлось в больничной палате, где многодетная мама поправляет здоровье. Конечно, 14 детей – это заслужит уважения. Я в восторге. Просто в восторге от всего. От внимания, от того, что губернатор даже вот сюда приехал, он как бы уделил своё время драгоценное. Большой семье, большая субсидия. Из областного и местного бюджета в Голубевы получили почти 7,5 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря губернаторской программе поддержки семей, воспитывающих более семи детей. В Подмосковье она успешно работает с 2013 года. Как распорядиться деньгами, Голубевы пока размышляют в планах построить большой дом или приобрести квартиру.